Всем привет! С вами я, Андрей Шелест, коммерческий директор компании Культфаб. Наша компания была основана 4 года назад, а в 2017 году мы запустили свою собственную линию спортивного питания. Потому что на отечественном рынке многие производители не могут обеспечить ассортимент и качество продукции. А самое главное, они не могут удовлетворить потребности современного покупателя. Наш бренд ничем не отличается от других, и мы стараемся соответствовать европейскому качеству спортивного питания. Стоимость наших продуктов ниже стоимости американских аналогов, так как у нас нет посредников и у нас собственное производство. Цена на спортивное питание складывается из стоимости сырья, трудовых ресурсов, затрат на этикетку и упаковки. При производстве наших товаров мы используем высококачественное сырье. Сыворотки компании Орла, страна-производитель Аргентина, казино от фирмы Кремо, страна-производитель Франция, аминокислоты и ароматика немецкие. Производитель компания BMP Pharmaceuticals. Европейское сырье гарантирует высокое качество товара. Вся наша продукция проходит сертификацию. Информацию о сертификаторах вы можете получить в магазинах сети компании Кульфа. Наша производственная база располагается в городе Новосибирске по адресу улица Сухарная, 35. На данный момент линейка продуктов спортивного питания представляет 15 наименований. Такие как протеины, аминокислотный комплекс, гейнеры, добавки для многофункциональных видов спорта, баталанин, цитрулин, молок и прочие добавки, с которыми вы можете ознакомиться на нашем сайте. В ближайшее время мы выпустим более 50 продуктов, а именно жидкие, таблетированные и капсулированные равновидности сегментов спортивного питания. А в будущем планируем увеличить линейку до 100 наименований. У нас будут представлены такие экзотические вещи, как блатанин, коэнзин, пятиштыки. Привезти нашу продукцию вы можете в сети магазинах спортивного питания Культ Лаб. Делайте правильный выбор в пользу качественного бренда. Спортивное питание Культ Лаб. Собственное производство из натурального и сертифицированного сырья. Гейнеры, протеины, БСА. Все, что необходимо для бодибилдинга и фитнеса. Спортивное питание Культ Лаб. Твой шаг на пути к успеху. Какие нормы похудения? Кто-то говорит, что если он похудит в месяц на 10 килограмм, то могут начаться гормональные повышения. Могут почки, допустим, у нас держится жир, например. Если девочка похудела, почки могут опуститься или парить. То есть масса вещей, поэтому... Но тут важно, как понимать, чтобы у вас не было резкого дефицита. Например, ваша норма потребления 2000 килограмм, я говорю, как похудеть на килограмм жира? Создайте дефицит в 8000 килокалорий на протяжении определенных минут галиня. Но чтобы КЛАЖ не падал меньше, чем на 350 калорий. То есть вам надо есть не 2000, а 1800. И за 20 дней, за 40 дней вы сбросите, получается, килограмм жира чистого. То есть быстро не бывает. Почему уходят в первый месяц на диете 5-6-7 килограмм? За счет такой речи, как отеки. Отеки бывают водно-солевые, белковые, углеводные. Ну, например, гормональные. Что такое углеводные отеки? Пойдем вот сейчас всем, мы дружно проведем эксперимент. Купим торт какой-нибудь, сладким чаем. Завтра встанем на весы, плюс килограмм, плюс два, еще начинаем натикать. Ну, в силу метаболизма. Если жировой прослойки приличные, не сухой порядок на сливание, это сразу же отеки, суши поедим, отечем. Это углеводные отеки, потому что организм не справляется, задерживает воду, ему надо усвоить, это количество углеводных, отекает. А водно-солевые отеки, что это такое? Водно-солевые. Ну да, водно-солевые. Это просто соленые рыбки поедут чего-то соленого, избыточного, оттепли. Творог, например, в нем соль. Какой механизм дальше идет? Альгестерона на почве сразу задерживает воду. Потому что, второй момент, по белкам, просто элементарный случай. Девочка знакомая готовится, тоже подготовленное соревнование, Настя. Она становится огромной, прям гигантской. У нее жира было немного, по белку ее не ограничено. Она любила, есть кальмары элементай. А кальмары элементай, в отличие от 1 кг, тяжело съесть, там коллаген немного, перейти. Ну, прям кусочек, там, в размену спачку секрет, все больше не лезет. Если ты обореный, тем более, не стоит жареный на огне с соусом каким-нибудь. А кальмары что такое? Ну, такое, да вы можете съесть, там, не знаю, килограмм ментая съедать. Блин, не знаю, куда провалился. Так вот, она начала прям увеличиваться, как огромный мутант уже стала. За счет отечной такая. Мы спросили, ты сколько ешь? Я 8 кг ментая в день ем. Как это съесть, белопривычка. Если ничего нет, то можно и съесть. И она очень сильно отекла, получила белковые отеки. Все. Гормональные отеки, ну, это уже смотрите сами. То есть нарушение идет различных гормонов и так далее и тому подобное. Ну, например, гематокрит завышенный. Воды мало пьет, элементарно. Бывает, самый лучший сжигатель – это вода. Та вода, которая содержится в чае, в супе, она вообще не учитывается. Если вы тренируетесь, занимаетесь спортом активно, 60 мл на килограмм веса делаем. Если не тренируетесь, 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 тренируетесь. Например, весите 60. Обычная девочка, если просто обычная работник, литра 80, надо выпивать нормальную воду. Откуда такие цифры? Потому что, если взять тело, сжечь его, получится, ну, наверное, килограмм за воду. А что такое оставшиеся 100 килограмм? Это вода. Мы же на 90-ти лишнего процента, как мы, в состоянии из воды, на 70. На 70. На 70, да. На 70 процентов из воды. И поэтому вода у нас должна поступать в больших количествах, именно чистая. Ни минералка, ни карачинская. Карачинская актуальна тогда, когда вот сейчас жара с потом испаряется. А когда нет такого процесса, вот в Новосибирске по почкам, там же рядом, карачинская, заболевание мочекаменной болезни, то все сразу. Врач говорит, карачинскую, да, все отлично, наш клиент, мы знаем. И у нас камни, не надо сдавать анализы, мы все, мы их там разрушим, уберем. Все, то есть такой момент. По воде, обычно, воды должны пить много. По поводу, когда приходили обычные люди, как с ними поступало. Я говорю, давайте начнем первую неделю, вы вообще деятельно заморачиваете, просто воды. Вы пите 2 литра воды, и за день вы ведете себя еще параллельно выпивать. Вы начинаете ее пить, уже удок заполняется, уже меньше съедает, уже больше воды. Всякие различные шлаки, метаболизмы лучше выходят. Второй момент, убираем все сладкое. Все, еще проходит неделю. Убираем все ночное и так далее, и тому подобное. Но в последнее время все хотят быстрых результатов, и садятся резко, сразу пошло, поехало. Но там уже момент психологии очень важен. Вот как было, допустим, два случая есть. Тебя все поддерживают дом. Ты там готовишь синтетическую пищу. Ты говоришь, мама, папа, молодец, все, отлично, ты будешь красавчиком. Готовь, готовь. Мы там покушаем, сами там вредную еду. Это одна, очень редкая. А в основном все начинают угорать. Подруги, когда завидуют, начинают наоборот. Да ты никогда не похудеешь, да ты еще хуже стала. Вот, например, да. Психологически как воздействовать на бодибилдера? Очень легко накачивая. В специале тренировался, эксперименты проводил. Ну, а, боком я наверно вставала. Огромный парень, он начинает расти, ты подходишь, ты ему говоришь, Федя, ты что-то меньше стал. Ты меньше стал. Братан, да ты похудел, ты, может, и диету не правил. И все, через неделю он начинает эксперимент, форма хуже. Подходишь к девочке, говоришь, она худеет. Что такая толстая, да ты толще? Все. А подходишь к человеку, говоришь, блин, ты такой здоровый стал. Тебе хорошо, ты еще лучше стала. Вот. Есть просто НУП, это такая вещь, она реально работает. У нас организм не воспринимает слово НУП. И вот, допустим, человеку могу подойти, когда она, ну, допустим, если я хочу обмануть окружающих, чтобы они подумали, что я поддерживаю. Я говорю, Света, не ешь гамбургер, тебе не надо это делать. Света слышит, ешь гамбургер, надо это делать. Не пролетает, ну, реально. И поэтому надо говорить тоже и слова, и модули, вредники, да, что-нибудь такое. Ну, и так далее, и тому подобное. Поэтому психологически важно видеть, что у вас кто-то поддерживал, не знаю, найдите какого-нибудь, не знаю, знакомого, знакомый в зале, то есть, чтобы именно люди, не знаю, активно работают психологи в Штатах. Почему там? Там главный психолог именно, потому что психологически поддержит себя. Сейчас вот начались у нас различные проекты, я видел, даже в Новосибирске. Там психолог, диетолог, это уже на втором плане. Все, психологические моменты решаются, срывов нету, все хорошо. У парней это чаще всего, типа, был любимый тренер. Если тренер, ну, более-менее грамотный, он всегда настроит, ведет хорошо, если тебя видит. Если нет, ну, это не означает, что у него плохое, он написал тебе всю инструкцию, ты соблюдай. Просто люди разные бывают. В половине случаев они поддержаны таким уверением различным, сомневаются, в себя не верят и так далее. Поэтому здесь очень важный психологический момент, он наравне с экологией питания, с нормальным планом и диетой. Да, даже вот тренировочным планом и так далее. Давайте вопросы какие-нибудь разберем. На самом деле мясо, да, у меня даже были случаи, когда вот так же было у мужчины, нельзя вообще мясо есть, красное и прочее. Даже если взять сою, она обладает аминокислотным профилем, в чем-то превышающим, у нее не хватает 1-2 незаменивых аминокислот. Но вы можете компенсировать, например, введите много растительных белков, немножко яичек поедите, либо прочее. То есть, организму надо это небольшие количества, чтобы вы введите мясо именно красное. В чем проблема может быть? Ногти, кожа, волосы, потому что нет коллагена. Тебе должен быть. Получше, получше. Можно просто для тех, кто не справляется, взять либо такое мясо, либо коллаген, и все, продается. Тут же желатин, да? Да, дойдет же животное, которое... К сожалению, да, вот пищевое, которое применяется для выпечки, он не работает. Вон там из растений, растительный какой-то, я забыл, как называется. В том-то и дело, да. Ну, кто-то берет эти, есть даже в лавках, вот эти коллаген, которые в спортивном питании. Можно, вегетариатство, на чем хорошо? Идеально на короткий промежуток времени, если очень грамотно для здоровья. Если на долгий промежуток времени, с гормонами не начинают проблему быть. Потому что, допустим, у мыши просиди три месяца на вегетариатстве, все хорошо. На четвертый, пятый, шестой гормоналка, все, в чертям. Тестостерон падает, лебида падает. Вообще, почему? Потому что холестерина нет, а холестерин участвует в образовании тестостерона. А холестерин берется с жиров, животных, расхождения и так далее. Про аппетит. Вот хочется определить, если нет аппетита, какие могут быть причины? Знаю, потому что на себе первая причина, особенно летом, когда идет масса, я замечал, что зимой как-то полегче. Обезвоживание большое идет, мало почины воды. И бывает, что 60 миллилитров уже не хватает. Бывает, и надо выбивать и 6, и 5 миллилитров. Но все зависит от почек. Ну, да, на счет, если почек, если необходимы, помните, не мешать из-за термокологии, ну, или вывести желчь или еще что-то. Как определить, в чем проблема? Ну, смотри, я в проблеме делаю исключения всегда. Я говорю, допустим, начало года, начинаем пить нормально, аппетит-то нет. Ладно, начинаем раздельно питаться, аппетит повышается. Потому что у меня был случай, когда парень на массе, допустим, я говорю, тебе надо не пить, съедать 600 грамм крупы, чтобы хотя бы набрать крупы. Я не могу, мне 200-300 съедаю. Ну, давай разделим, ты уж одей на крупу, есть отдельное мясо, совмещение. Все, через месяц уже все у него глитало. То есть тут такого не прозагнать немножко. Недостаток клетчатки, да, или что-то? Да, недостаток клетчатки в том, что дольше задерживается, а надо подтолкнуть. А когда все вместе, бывает, оно, не усваиваясь, чуть-чуть фронтаром. А если помогает что-то, мизимом? Ну, видишь, оно не вредно на самом деле. Вот сколько ни зима есть, но это все-таки нет ферментов. И бывает чуть больше этих ферментов, и уже могут быть отеки или нарушения какие-то проекты. Нет, ну, когда я еду при подготовке к соревнованиям, когда много потребляешь именов круп, есть такое, чтобы помочь всяким использованием? Там же есть что? Мелаза, протеаза, репаза. Репаза жиры, протеаза, там, какие, а мелаза, там, у них приводится, что-то больше есть. И, допустим, взять Крион и Низин, у них разных вот этих трех компонентов разных количеств. Если ты тебя цели в свой дюбли, возьми где больше этого фермента. Если цель жиры, возьми где этого фермента. Но еще сторонник того, что по вкусовым ощущениям. Вот, допустим, я больше чем уверен, что у тебя нет аппетита, а, допустим, у тебя будет, там, не знаю, девушка работать шеф-поваром в гриль-баре. Нет, ну, что-то, ты делал привычек, что достала уже одна, а не видит пищи, да? Да, конечно, вкусовые ощущения. Ведь мы же заложники, ну, почему каким есть аппетит? Не чтобы поверить. Нет, иногда даже не то, что правильной пищи не хочется, не хочется ни сладко, вообще ничего, не лезет. Обезможивание, и именно если еда вкусная, оно поверит на самом деле. Вообще не лезет. То есть ты смотришь на еду, ты понимаешь, что надо потребить ей больше колодий, ты не можешь ничего слить, даже конфеты. Один показатель может быть скисление в организме, скисление крови. Есть у нас определенный баланс ПР, и кто-то может проверить. Например, с людьми, там, мачу. Есть такие тест-полоски. И у нас водопроводная вода, она меньше ПР, чем наша. И бывает, что дисбаланс вызывает именно вот эти. В йогуртс по-смешному они говорят, если ело оно зря заложено, значит, не хватает, допустим, соли. Если правая кислота, то кислого. Но это смешно, это, конечно, не факт. Но кто-то сдавал, говорил, что работает. Возможность скисления крови. Как его можно избавиться? Начать пить воду определенную меньше кислых продуктов. А если, наоборот, у тебя кислотность пониженная ставит, больше кислых продуктов, кто-то добавляет соды просто, элементарные карбонаты. Бывает ли в этом причине? А, какой анализ, на что сдать? А просто тест-полоски, как у нас подается. Вот, я знаю, у вас посудомоечная машина, там, сюда не прилагается, по метре своих ваших засыпьте ровно столько, чтобы железо не входило. То есть, есть такой момент. Бывает, причин много еще. Там это исключено. Даже в спортмагазин приходит, я раньше продавал. Мне говорит, надо это, это, это. Я говорю, что у вас боит? Вот это, вот это. Мы не поймем, мы все сразу. Возьмите что-нибудь одно. Взяли одно, попробуй. Другое, третье. А когда все вместе, в тяжелом уровне. Ну вот, еще вопрос. Сколько на чем-то? Минимум 100. Минимум 100. Грамм жира. Если вы весите 67 килограмм. Чем больше жиров, тем лучше. Девчонкам вообще. Даже на детях. Вот как говорила одна из, не буду называть имя, одна из топовых, кто бы кинетрирует, прям на семинаре. Я сам не был, девочки сказали, что мы извеженности дослушали, потому что она судит на ее, улыбнулась. Забудьте, ну она правду сказала, забудьте о своей гормоналке, она у вас к чертям пойдет. Ваше главное соревнование, выступление, жир убрали, все, пошли худеть. Не клевать на ваше здоровье, но нужен результат. Все. А для тех, кто использует жиры, у них остается намного лучше. Ну и готовится им дольше. И те, которые из молочек, да? Смотрите, бесполезные жиры, это транс-жиры современной модели. Нет, я имею в виду. Все можно почитать. Я даже, знаете, вот тут едет, я сторонник того, что не можешь добавить по жирам. Ешь жирное мясо, все-таки, ешь жирную рыбу. И девочек я чаще всего на это и подсаживаю. Потому что калорий калориями, но минимум должен быть всегда минимум 100 грамм жира. Ну и насыщает жирное лучше 9 килокалорий на грамм все-таки. Это энергия. Это энергия сразу. Ну, сразу. Это не запас. Да, да, да. Но сразу по энергии поделят. Бывают исключения, когда нарушены гены, отвечающие за метаболизм жиров, либо жирную чину. Но чаще всего мы из-за углеводов. Поэтому бойтесь только углеводов. И вы знаете? В основном быстро. Да. Никогда не бойтесь белками, никогда не бойтесь широк. Салат, если у вас критчатный, обязательно должно быть носить масло, 20 грамм. В общем, хоть сколько. Да, кушайте, например, гречку сливочного масла, нормально бы бахнет. А чтобы... А что делать? А что делать? А что делать? А что делать? Да. По алкоголю, вообще никаких алкоголевных битров желательно, чтобы их было. Ну, первое, потому что... Ну, первое, потому что... Да, нет. Ага, да. На самом деле, для максимального реперта дают... Это не ячок для сердечных, да. Да, да. Снизить стресс. Я говорю, что как-то нельзя, это все длинно, но я вижу, допустим, девочек к соревнованиям уже подходят, у нее уже крышу сейчас сырает, уже и с гормоналкой уже. Ну, уходи, давай, выпейте. Ну, это же полезно. Полезно. Разно, минимум, просто стресс у нее пройдет. Кто-то избавляется по-разному стрессу. Одна у меня очень хорошо хлыдела, баба здоровая, с тарзанки прыгала. Она... Ей 51 год, она похудела у нас с одной конторой, в питании. На 38 килограмм вес остановился. Она адреналичественная. Не иди, прыгай с моста тарзанкой, потому что с парашютом. Вот эти адреналиновые стрессы, я такой для гормоналки дала вредно, как у девушки. Вот. Кто-то говорит, я пойду покурю. И я вот оцениваю, начать курить с парашютерной или нет на диете, они же тоже меня слушают. Я могу сказать, что нет, это вредно. Но я понимаю, что Вася начнет жрать, срываться. Я говорю, покури, это вредно для легких, плохо, но мне вреднее будет, если ты плохо уступишь, потому что с ревнованием не получу свой голос среди ежек. А среди препаратов есть какие-то успокаивающие, допустим, что-то советую? Да. Ну, по дорогам. Смотрите, всегда тот, добавок номер один, хороший сон должен быть. А от хорошего сна кортизола уровень не падает, и вам неохотно есть. Это мелатония. Позволяет бороться с сединой, позволяет бороться со сном. Паза глубокого сна. Мелатонизирует 3 копейки, он даже машет. 200-300 рублей стоит, на месяц хватает или больше. Выпиваем, спину выше. И я сторонник валерьянки пустой. Я говорю, я покупаю проделочку себе, у меня вот, и час забыл, неделю назад еще надо было, сел, и все, просто потихонечку. Потому что самый лучший результат у флегматиков. Есть сангвийники, они ходят, климатики, но это как-то флегм. Он всегда у него стримчат, пойдем на мотоцикл. Я говорю, ну, какой мотоцикл? Это самый лучший спортсмен, самый лучший югер, который спокойный, как удары. У них вактор стресса на них никак. Бомба упала, дальше пошел. Кто-нибудь яркий пираментный, он начнет. И вот с этим пираментным сложнее всего. Сразу прям я сажу на белотанин с валерьянкой на ночь, пустырник. Вот. И так далее. Чего он хотел? 5-HTP или как он называется? 5-HTP есть такая вещь, как битроксикриптофан. Он есть в различных видах продуктов. Он нас способствует тому, что у нас вещества подобные там дофамином различные. То есть громом радости. 5-HTP вроде бы простая добавка. Серномин там тоже вырабатывается. Если смотрели, смешали, как, может быть, они летели на корабле и газом надышались, все злые стали. А потом другим газом надышались, они все веселые стали. Это то же самое, как надышаться веселым газом. Веселящий газ. Есть такая добавка, которую на днике человек стрессует. Но я как на себе ее почувствую? Вообще не верю в нее. А у вас есть в линейке, да, например? Да, она и есть в линейке у нас. Благо, если эта линейка есть, я могу брать дешевле, чем все, и, ну, там, под зарплату как-то подешевле. Я взял, эта баночка стоит рублей 400, мне обошлось еще дешевле. Но она стоит. Да я, бывает, вечерами смотрю юмористические какие-то фильмы, ну, я смотрю вот так. А тут я съел 6 таблеток, я так смеялся, ну, из-за того, под наркотиками, мне это уже не было давно. То есть и вот прям настолько радости эндорфины, и ты на какое-то мероприятие закинул, и тебе веселее. А с чего все началось? То есть смотрят в составе жиросжигателей 5 штепей. Что за 5 штепей? И выяснили, что вот как гарбов, вот такие мероприятия, вот там, а женщина помогает, стрессоустойчивость, вот люди отдельно едят, и на банке едешь. Вообще по добавкам я скажу так, что похудеть можно и без них, не употребляя ни одного спортивной добавки. Просто как работает спортивное питание? Человек купил банку и думает, что она даст ему результат. А если он уверен, что она даст ему результат, она 100% у вас будет так. Говорим об основном коллаген. Потом добавку я ставлю на второе место. Коллаген нифига не усвоится, если с ним не будет витамина С. Лимонной кислоты. Все. Он не усваивается вообще, полноценка 1 на 5. Если покупать в добавку чистый коллаген, то она не работает. Добавляйте витамин С. Я еще раньше смотрел, почему он вымер на спортивном питании, коллаген с витамином С, а наше отличное место. Иначе не интересовается. Без витамина С не усваивается. Причем, как у витамина С существует 8 изомеров. И только аскорбиновая кислота, она работает. Все. А вторая, это глюкозамин, хандроитин и МСМ добавочка. Я смотрел в ворец Ацулина, и он там в свои исследования, что она вообще не работает. Оказывает у пожилых людей повышение давления. Блин, я уже ему поверил. Все. У меня подготовки идут, и диеты по 4-5 месяцев одинаково. Допустим, у меня сейчас 129 диеты будет 100 грамм, 100, 100 и 300 грамм. Всегда одинаковые продукты, всегда одно и то же. Я иду так. И я начинаю, просто решил снова глюкозамин с глюкозамином, и через неделю мне лучше. Блин, ну... Вот это. Может быть, может быть, да. То есть, кто-то говорит, работает, не работает. Но я сторонник того, что все-таки глюкозамин с глюкозамином нельзя. Препарат Артра есть. И все вот эти аптечные аналоги, они работают. И, пожалуй, люди им их прописывают. Второй момент. Обязательно витамины, которые участвуют в синтезе там. Вот эти все вещества. То есть там витамин Д, например. Ну, а кальций, это всего лишь 7% от костных структур. Сильная и длина. Это вообще ни о чем. Ну, посмотрите, с чего кость состоит. Поэтому, прежде всего, коллагин, а какие виды оба лучше? А глюкозамином, дриетином, и МСМ, это что такое? Глюкозамин, по-моему. Я все время куплю глюкозамином. Один из видов обливодов, который отвечает за питание вот этих всех. Второй запускает программу регенерации, восстановления, а третий, который уже участвует в каких-то процессах. Поэтому кто-то по-разному есть. Разные компоненты. Ну, в принципе, можно купить какую-то добавку, в общем, либо начать 10 красного. Мясо. Ну, либо индейку, так-то, вот. А индейка, потому что там индейки, как мне, да, наверное, поэтому они покинут. Во всем вообще есть. Цена об этом говорит. Надо схранить курицу. Вкусно. Да, у бабушки курицу купишь, а она едет куру. Так вот, я тоже пришел. Я деревенский продукт не люблю. Я когда приезжаю, пилюйте молоко, я прямо так думаю, ну, что ты, ну, молоко еще не едешь, там и городской пилинг, да, но пить невозможно. Это тоже самое с мясом. Я тоже сейчас соку, домашний курицу. Курицу невозможно сварить. Ее есть. Вообще нет аппетита, вот ее есть. Как будто уже организм, да, второй кабинет развой. Да. То есть, ну, сильно меняется. У меня был случай, когда вот опять вот, китайский, с примерами, в Мишине, у нас есть такой самый дорогой институт, в городе Новосибирске, там сейчас 200, 300 долларов, причина не стоит. Я работал в студии фитов, в спримерных клубах, в 2009 году, вот это дорого было, персоналки, там, допустим, пакеты из 8 занятий, 12-36. Это было очень дорого, и тогда люди обеспечены. И пришла ко мне две девочки, одна на бесплатно училась, одна на бесплатно училась, одна очень богатая, другая из деревни вообще. Они похожи были внешне, подружились, вместе постоянно двигались. И получилось так, что за три месяца сбросили одна килограмма два-три, другая пятнашку. Спустя много лет я их встретил, я тут чуть-чуть, близко косячила, да она не срывалась вообще. И вот я потом уже, спустя время понял, что те, кто питались деревенской пищей, правильным молоком, правильным, там, немножко по-другому, правильным экологическим продуктом. С детства чипсы, газеты, и прочее, и прочее. Почему просто? Когда насчет? Как фейс, потому что это у меня, только где это, только где это. Давайте начнем. Честно, такой путь сайта, пьеминые кислоты, и в принципе, пол чайной ложки пацинаши содержатся в обычной актулиной пацины. Посмотрите, сколько лицин, изолицина, валина содержится, например, в пацине. Я сам введу добавку, знаете, когда и почему? На диете всегда. Мне плевать на ее соединительные свойства. Там есть сукралозы, обычно, допустим, у компаний у многих, там, Кольт Лап, есть, Дима Рамор, такие, Андерайба, ну, такие, в общем, оптимусы, где сахара ноль, подсластитель, допустим, сукралоза, который не участвует в метаболических процессах, делается из сахара, в 600 раз сващая сахара, и я прием просто в течение дня развожу этот мою, как комфорт, что мне психологически было легче, я чувствую себя. Типа сладенько успокаиваешься. Нападает на них, попил, все хорошо, отошло. В течение дня, вообще рекомендации до тренировки, допустим, после тренировки, есть рекомендации после приема, да, да, а видите, да, если вы чистые БЦАшки возьмете, да, есть ли мы с утра, выпиваем либо изолятор, либо аминокислотные комплексы, у нас за ночь аминокислотный голод продвигается, и это позволяет его погасить. Но, это все весьма и весьма коммерческие ходы, и поэтому, как пить эту добавку? Ну, я на себе почувствовал первый раз, когда они появились рестабликированные, раньше не было порошков, 2007 год, не бан основатель компании БЦАП, я просто покупал им спортивное питание, он мне тренировался, мы так и начали сотрудничать. Он говорит, надо попробовать. А я так получилось, что ничего этого не ел, и очень хорошо, я съел три таблетки до тренировки, чувствую, чуть-чуть легче тренироваться, не ментально, но прям легче. После тренировки всегда мне легче, сумку было нести до остановки, не всегда было тяжело. То есть, ну, как-то я так почувствовал выносимость, хотя, может быть, и эффект, опять же, плацепа. Потому что, ну, представьте, сколько вы грамм за 6 и 10, это 10 грамм белков. Как их можно почувствовать, если ваше суммарное употребление нужно будет 100 грамм? Это 10%. Я бы не почувствую, если моя машина сесть на 10% больше. Кошелек почувствует, где нет буквы. То есть, сильно пожару, либо кальций, магний. Обязательно, а по депрессиям? Если есть... А тут, видите, чуть-чуть больше, потому что тренируемся. И там самое важное вещество магний, потому что проводили исследования, почему, допустим, в женской депрессии... А магний, все, магний начинаем, депрессиям нет. А каждый день? Железо тоже. А тоже самое спархат? Да, спархат. Пить каждый день по железу, это у гипотоник. У кого давление низкое? Нет, магний. Ну, я начинаю, именно девчушкам, яблоки давать, там больше железа, либо железосодержащие препараты. И уже легче перебросить вот это состояние. То есть, здесь же надо по принципу... На самом деле, интернет сейчас, он не та помойка, что было лет 10. Там настолько большое количество информации, и та, которая читается чаще, она правильная, она всегда в топе. И просто заводишь роль микроэлементов. Я не знал, далее у меня есть в Инстаграме и на Ютубе очень много сюжетов, я их делал такие минуты, представлял, там, если зайдете, там, роль микроэлементов, роль, как бы подготовить сюжет, и вы думаете, что-то, что-то там. А оказалось, магний, депрессия, железо, давление, калий, натрий. Вот как, допустим, если вы не солите пищу, у вас мышцы никогда не вырастут, это плохо, надо солить ее, это нормально, за то, что вы поддерживаете давление соматическое у нас внутри, давление крови. Если мы соль полностью убираем, хотя бы в институте мне говорили, соли хватает в продуктах питания, которые мы едим. Но преподаватель, я не учел специфику, в том, что открываешь учебник, соли хватает, если мы едим ссырный, а она есть ссырная упробность, если такой соленый, вообще есть прям сверхсоленый. А зачастую, а мы и так думаем, что еда вообще должна быть соленой. И у нас недостаток натрия, все, у нас уже наши мышцы плохо тренируются, начинает сводить и прочее, сводит травмы, дров, какие вещи. Все вопросы. Да, это же есть, бывает, особенно у тех девочек, у тех локосов, природопродуктных, она не на чем она работает, на балансе пресса, не на раздувательной спины, потому что, если они пресс не качают, у них всегда будет спина болеть. Начинает пресса, как бы более-менее было, навешиваться, будет же получше. Приклеще всего, пойти к массажисту, к мануалисту. У многих шейный отдел зажат, вообще у многих. Тут прям вот заболел, до 10 сеансов, как написано, вах, и потом профилактический ходить, потому что, если этого раз было, у вас будет, вы начнете стрессовать, от стресса может быть, вах, и все спина встало, и перенервничали, немножко по-другому все сработало, и уже пошло, поехало. Здесь именно лучше сидеть профилактически, вот даже, наверное, просто много у девчонок тренируется, так вот, понимаете, что и у всех, у кого гиперлотоз, либо те, кто послеродов, ну, уже он уже немножко, растянут, либо парни, пузачьи, со спиной постоянно, я в основном, здесь житель, придумывать, что живота, диафрагма, что-то надо было короче. Не надо делать на колесе, когда локт принесли. Какая нагрузка лучше для поясницы? Ну, в принципе, спины, динамические или статические? Просто, есть и жесть, становые тяги, там, не знаю, бочки поднимать, прям в ад сразу же, человек. Нет, чтобы после становой тяги, ты пошел и даже не почувствовался, спину. А, амиться, как ты не почувствовал? нет, просто, раньше я сбивал на спину, когда травмировал до армии, то есть я полгода там, мучился с ней, я начал не динамические делать, не свисание там, не пересензия, а именно статические упражнения и даттазы. Сейчас, в принципе, ну, я локтус к сердцу, на отдыхе, я пояс вообще не надевал. То есть я и становые тяги, и тресет я без пояса делал. Я не чувствую спину. Понятно, если я буду там, мертвые тяги с большим местом делать, то есть, будет чувствовать, но вот этой гипертонуса, его нету, вот когда я вообще начинал заниматься. Так уж, что спина забивается. Что спина забивается, и прям, ты хочешь от чем-нибудь опереться, потереться, там. Гипертонус не всегда зависит от результативности. Он может зависеть от того, может быть, ты сидишь на химии, это препарат. Может быть, это препарат, ничего не забивается. Знаешь, я не могу показать, что правильную химию держишь, спина забивается, то есть, сразу же. Нет, некоторые говорят, что по спине видно, я не могу показать, но смотрите, на самом деле, у меня очень много друзей, травматологов, очень много, я назову, травмированных людей. Вспомните, декури, парализованного, гимнастка, который упал, скупил крышу, сломал, чертая матеря, все, и мы сказали, как у нас танцы, 5-4-сто приседал, и гири вот такие, по 90 килограмм, жан-билировый. И то же самое, у меня была девочка, одна ходила, мне даже смс не специально сохранено, она написала мне через год, какой же я душе была, спасибо, она говорит, у меня больная спина, отлично, давай делать гиперэкстензию, а мне запретили, теперь экстензии и наклоны с гиперэкстензиями. И она начала делать, спина, прошла, то есть, она потом подзабила на это, спина постоянно болела, до сих пор, когда она почти год прошел, она вернулась, в нее все прошло, то есть, разгибатель спины должно быть очень мощным, потому что у нас даже у людей, которые очень сильно отформлено двигательный аппарат нарушен, мышцы держат все, то есть, а вот питание вот этих участков, суставных и прочих поверхностей, диффузно осуществляется, за счет притока мышцы крови, уже от нее, и так далее, поэтому, здесь надо закачивать, но грамотно, дозированный порог стресса, по чуть-чуть, чтобы это не было, у него там сколиозы, гиперлордовцы, какие-нибудь патологические, стали спины, сразу становые тяги. Ну, чтобы привычку, такие противные, чтобы они были почти нервные, и небольшие нервные. это динамика, прошло, поехал на мячиках, на всем, и чем сильнее будет спина, тем меньше рецидив. Почему? Вы не бойтесь, кто работает тренером, что в тренажерном зале он себя граболет, он граболет на даче, когда будет с лопатой, тысячный подход делать, и наклонится за тапками, и все, чаще всего так и происходит. А мнение насчет гибкости спины, что закачивают, или гибкости теряются. Ну, гибкость, это видишь такое состояние, мы уже проводили, это скажу так, что, если брать, ну, допустим, шпагат, гибкость, да, растяжка? Я такое мнение, ну, слабее, чем постоянно упражнение делается, то, что там и штангизм у них растяжка, у некоторых бешеных просто, у некоторых вообще нет, а у некоторых, которые не растягиваются постоянно, у них нет, особенно подготовки, ну, тем более, можно травмироваться, а которые постоянно и на подготовке, и на отдыхе растягиваются, у них, в принципе, всегда растяжка в доме. Есть, знаешь, два мнения, даже мой тренер, когда тренируйся, очень старый лифтер, я ему 15 лет назад тренировался, сейчас помню, у него закрутимись, вот, все практические методы, говоришь, по растяжкам, ноль, нифига, какие-то научные категория, плюс, а вот, допустим, я спрашиваю, у меня Кио Кушина, сглорает Новосибирский ассоциалс, Александр, он говорит, те, кого я посадил в шпагат, у них склад, у них удар не идет, мы говорили, говорили, а у тех, у кого шпагат не растянут до конца, у них намного жестче удар, то есть, у меня был шпагат, свежий, шпагат уже, который многолетний, это тоже может значить, да, и, а вот, допустим, мой друг, с которым я сейчас тренируюсь, у тебя до 380 была, весит, там, там, 18 лет, он на шпагат садился, и он мог допрыгнуть, до трехметрового потолка руку вылезать, из-за того, что у него растяжка была хорошая, то здесь, ну, что мышцы, гимнический фактор, ну, а вот мнение насчет, как только на каждую неделю, мне дают, и у меня прогресс, вот она заканчивается, это то же самое, что про постоянность, мнение о том, что... Человек может в детстве заниматься гимнастикой, и через 40 лет, ему будет легче сесть, на шпагат, чем человек, который, ну, в принципе, ну, так, легче нет, я просто не знаю. Просто, ну, пример, много, что человек не тянется, и, ну, видеоролики вот такие, что, как научиться сесть на шпагат, там, за 3 недели, вот он рассказывает, то есть, про прошлое свое не говорит, а рассказывает, и с этим через 3 недели, там, по 5 лет, я вам там представил, по пальмам, где вы растите. Да, да, то есть, ну, блин, ну, про стяжки, я не знаю, зачем она нужна, какая-то гарантия. Нет, это, растяжка, мне кажется, это у каждого цель своя, то есть, техника, изменение техники, еще. там, различные, танцы и прочее. Да, и силовые результаты, возможно, дадут даже, и так далее, и тому подобное. Но, я все-таки сторонник, потому что, тренажерный зал, расти мышцы, мышцы помогают все жирать, и так далее. Ну, чтобы правильно растить мышцы, нужно технику. Идеально. Идеальная техника должна быть всегда. Нет идеальной техники травм, я не сторонник чтил, говорю, да делай подход вот так, положишь тянгу, ты делаешь подход вот так, в следующий раз повесишь на 5 больше, тромируешь мост. У нас очень жестко с техникой. Это последний эксперимент, у нас силовой не ушли, мы с Юрием делали 310, на 5 тянули там, с двух резиночек. Я делаю 3 по 310, он смотрит, угорает, сидит далека. Подходит, черт, переделывай все. Ну, как? Ты, говорит, жопу сначала отрывал, а потом тянется пина. Мне пришлось все переделать, я думаю, там помру, мы сбросили лез до 270. И вот такими методами, а я потом чувствовал, что, ну, оба там травмы где-то получили, негодичные потянули. Я понял, что именно я на этом потянула, а вот в полоске. То есть техника должна быть идеальной всегда. А девочкам, я говорю, делай красиво. Ну, как? Ну, мне же не объяснишь, что техника, не должна быть, что у меня травма. Делай, может, так медленно. Дорвантная девочка, это не красиво, а она. И все, и они начинают технику хорошую делать. В том же начинают простое, и работают постоянно. Они говорят, делай красиво, ты смотришь, а что-то не трясет. Ну, вот, собственно, отравите себя правильно бензином, хорошо спите, ведите здоровый образ жизни. Спасибо, почему ты стоил? Я сам на диете, у меня сидит сто углеводов, я тут вышел, что-то я забывал. Сладенькое, можно слайсить? В слайсах нет, он гликемический индекс, и очень бесстойный. Посмотрите, всегда гликемический индекс, когда вы с учетом не можете. Слегченки, обычно грузятся слайсы. Я вот хочу сорваться, я лучше соединить крючков, помигуров. Сладкое. Сладкое неохота, если неделю не потребляешь. Да нет, не получается. Сахар залейте. Не молодец. Я люблю шоколад. Шоколад? А, есть, понятен. Видимо, жиров не хватает. Бывает, тянет на какие-то продукты, на шоколад. А почему-то, не за сладкого. Знаешь, как проверить? Просто сахар есть. Ну, значит, может быть, жирок поднимать, потому что жиров не хватает, только на шоколад, это же, ну, 50% спортивное питание Культ Лаб. Собственное производство из натурального и сертифицированного сырья. Геймеры, протеины, БСА. Все, что необходимо для бодибилдинга и фитнеса. Спортивное питание Культ Лаб. Твой шаг на пути к успеху.